Ирина Хлебникова Итак, немножко о нас, нашей компании, кто еще не знаком с нами. Мы являемся туроператором по внутреннему туризму, входим в Ассоциацию Российского Союза Туриндустрии, также являемся членом Уральской Ассоциации Туризма, входим в рекомендованный реестр туроператоров по детскому туризму, очень активно работаем по проекту «Урал для школы» и также на сегодняшний день являемся членом Межрегионального координационного совета и экспертного совета проекта «Живые уроки». Что наши туристы получают, наши туристы, прежде всего, да, ваши туристы, и вы получаете при работе с нами. Прежде всего, это индивидуальный подбор программ. С вашими туристами будут работать только квалифицированные экскурсоводы, профессиональные водители. Наша сильная сторона, я скажу, это гибкая ценовая политика. Чуть позже мы с вами поговорим о базовых программах приема на Урале. А на самом деле тенденция сегодняшнего дня по запросам, видно, очень часто идет, чаще всего идет именно индивидуальный перерасчет. И подстраиваемся под запросы тех, под запросы именно групп, в пределах какого бюджета хотелось бы уложиться, какие программы. Ну и все это, мы всем этим можем гарантировать качество, качество нашей работы, то, на что мы ориентируемся прежде всего. Итак, основные направления, которые мы реализуем на сегодняшний день на территории Урала, это программы для школьных групп по Уралу, по России на сегодняшний день, их уже насчитывается более 100 только по Уралу. Организуем прием гостей на Урале, как группы, так и индивидуальные туристы. Уже второй год мы реализуем межрегиональные маршруты через Урал в Сибирь, успешно он пройден, уже были и также 1-2 человека были у нас на этом маршруте, и были небольшие группы до 15 человек. Туры выходного дня организуются регулярно, активные туры, минералогические, индустриальные и различные туры на собитейные мероприятия. Итак, немножко о тех программах, базовые программы приема, о которых уже немного поговорили, которые есть на сегодняшний день. Все эти программы представлены на нашем сайте, наш сайт будет чуть позже, в разделе «Прием гостей на Урале». Итак, поговорим о программах. «Один день в Екатеринбурге» из названия понятно, что рассчитано на один день, и стоимость такой программы начинается, чтобы вы понимали по ценовой политике, от 2200 рублей на человека. Выходные в Екатеринбурге рассчитаны на два дня, и стоимость программы начинается от 5950 рублей. Дальше идут программы трехдневки. «Гостеприимный Екатеринбург», «Литературный Екатеринбург», «Романовый на Урале». Стоимость начинается от 7400 рублей, предвидя вопросы, включая ваши агентские. В «Каникулы в Екатеринбурге» программа разработана стандартная базовая на четыре дня. Стоимость идет от 11250 рублей. Цены зависят, поясню, от размещения, где мы с вами размещаемся, либо это хостел, либо блочные какие-то номера, либо стандартные в отелях хорошего уровня. Итак, «Каникулы в Екатеринбурге» проговорили. «Урал – опорный край державы». Этот тур мы называем «туром-конструктором». Каждый день расписано какое-то направление. И здесь можно делать различные варианты программ. От трех до семи дней. Дни можно переставлять местами. Более подробно программы готовы выслать вам по запросу. Контакты наши обязательно будут, либо можете писать в личном сообщении. Обязательно всем разошлем. И самая большая программа, которая была разработана на сегодняшний день, это «Урал Великий на семь дней». Стоимость такой программы начинается от 21 тысячи. Все эти программы рассчитаны прежде всего на группы. Для индивидуальных туристов мы готовы предложить в уикенд в Екатеринбурге программа начинается с пятницы по воскресенье. Под эту программу у нас на сегодняшний день согласованы спецтарифы с отелями. Чуть подробнее об этой программе поговорим позже, какие отели, и что можно включить в эту программу. И на примере мы посмотрим, что стоимость такой программы, например, на семью из двух человек, за три дня, две ночи, может составить 18 650 рублей. И для туристов, находящихся в Екатеринбурге проездом, Екатеринбург транзитный, в зависимости от того, какая группа едет, один, два туриста, пять, десять или до пятидесяти, есть и такие расчеты, стоимость в перерасчете на одного человека может составить 560 рублей. Еще немного о тех программах, которые мы с вами проговорили. Как заметили, продолжительность таких программ составляет от одного до семи дней. И состав групп, как правило, может варьироваться от 10 до 50 более участников. На сегодняшний день самая большая группа, которая у нас была принята, это 98 человек. Еще раз подчеркну, что программы базовые. И снова вернусь, что все-таки больше, все больше и больше идет у нас индивидуальных расчетов на сегодняшний день. Итак, вернемся к программе Weekend в Екатеринбурге. Здесь вы видите на этом слайде, какие отели готовы дать нам спецтарифы. Данные тарифы действительны при заселении в пятницу, пятница, суббота, воскресенье на 2 ночи 3 дня. При бронировании отелей мы с вами сразу выбираем экскурсионную программу. Здесь представлен ряд программ, которые можно выбрать. Также, возможно, любые другие дополнения, которые пожелают ваши туристы. И на этом примере можно разобрать, как мы посчитали программу, которая озвучила 18,650 на семью за 2 дня, за 2 человек, за 3 дня, 2 ночи. То есть берем, например, Екатеринбург Центральный, двухместный номер 3,250, умножаем на 2 ночи и возьмем ту же обзорную с посещением Европы и Азии. И чуть поподробнее еще о программе Екатеринбург Транзитный. Как правило, мы заметили, такие группы у нас запрашивают обзорную по Екатеринбургу, посещение храма на Крови, посещение границы Европы и Азии и Ганина Яма. Соответственно, в связи с этим мы готовы предложить на сегодняшний день два варианта программы. Это обзорная с Ганиной Ямой и обзорная с Ганиной Ямой Европы и Азии. Разной продолжительностью часов в зависимости от этого меняется стоимость данных туров. И о сборном туре, который уже готовы предложить вам в январские дни. Тур «Уральский калейдоскоп». На самом деле мы его запускаем уже второй год. По ряду причин в осенние каникулы он у нас не был запущен, поэтому не был представлен для ознакомления нашим партнерам. С января 2018 года мы его выставляем. И данный тур, чтобы вы могли сориентироваться, он прежде всего ориентируется на праздничные даты, каникулярные даты и, соответственно, январские дни, февраль, март и затем будут майские дни. Что мы предлагаем в первый день? Даты тура, вы видите, у нас идут с 3-6 января. Первый день у нас запланирована обзорная экскурсия с посещением Хаммана Крави и с поездкой на границу в Европу и Азии. Обязательно с вручением дипломов нарушителей границы. На второй день посещаем пар сказов с обедом. В третий день предусмотрено посещение здесь, сейчас еще на согласовании, будет это либо музей истории камнерезного ювелирного искусства, либо геологический музей. На фотографиях внизу слайда с правой стороны как раз представлена фотография из нашего геологического музея с нашим уральским малахитом и с Павлом Петровичем Бажовым, с его портретом. О нем мы с вами поговорим чуть позже. И затем в этот день мы посвящаем полностью геологической теме. И второй объект, который мы будем посещать, это поездка в город Березовский на родину русского золота со спуском в учебную шахту. На четвертый день мы сделали полностью пешеходный, так как это 6 января, уже предпраздничный день, сочельник, прогулка по Уральскому, Арбату, улица Вайнера, посещение главной елки на центральной площади города и посещение Ельцин-центра. Затем здесь уже туристы смогут выбрать любой музей за доплату, который они хотели бы посетить. Это может быть музей Ельцин-центр, музей первого президента, о котором вы слышали у предыдущих выступающих. Либо это может быть арт-галерея, либо Ньютон-парк, вариантов на любой выбор в зависимости от желания туриста. Ну и здесь же немножко по этому слайду, с правой стороны геологический музей, с левой стороны это тюремной дворец Урал-Мороза. И тогда уже о ценах. Прежде всего этот вопрос может нас с вами интересовать. Стоимость вы видите в зависимости от категории размещения, в зависимости от количества дней, на которые приедут ваши туристы. Хостел, блочное размещение и отель Паркен. Приятный бонус для наших партнеров, для представителей туроператоров и турагентств. Мы готовы принять, встретиться с вами в эти праздничные дни с 50% скидкой от указанной стоимости. То есть своего рода приглашаем вас принять участие в рекламном туре. Начать год знакомства с городом Екатеринбургом. Ну и на картинке вы здесь видите панораму города Екатеринбурга в вечернем наряде со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. И немножко о наших активных турах, которые мы подготовили к этому сезону. Это снегоходные туры. Они могут по длительности, по продолжительности занимать от одного часа, как вы видите, по границам природного парка до, я скажу так, 10-12 дней. Это уже длительные маршруты на гору Народное, посещение известных ман-папунеров, либо перевал Дятлова. То есть это уже более длительные маршруты. На данном слайде можно примерно сориентироваться по продолжительности, какие варианты возможны, какие направления. То есть мы не ограничиваемся этими программами. И на сегодняшний день тоже уже ряд программ были разработаны с учетом запросов тех туристов, которые к нам приезжают. Стоимость также начинается, как вы видите, от 2,5 тысяч, вполне приемлемо и доступно. Здесь же можно посмотреть, какие панорамы открываются нашим туристам. Снегоходный тур на перевал Дятлова. И еще немножко зимних пейзажей Уральских гор. И немного о поздоровительных турах мы с вами поговорим. О горячей источнике. Горячие источники именно Свердловской области. Находятся в Рижевском районе. Протяженность, отдаленность от города Екатеринбурга порядка 90 километров. Данный тур можно совмещать, прекрасно совмещается с посещением сырований, с мастер-классом, с дегустацией. Очень популярная эта экскурсия у нас сейчас. И второе направление, чуть подальше, это Туринск. Здесь тоже уже есть отработанная программа. Очень любят эту программу у нас гости из Перми. Посещение туринских источников. Совмещать с чаепитиями в этнографическом музее города Ирбита. Очень гостеприимно нас там встречают. На этом моя презентация закончена. То есть основные продукты, с которыми я хотела вас познакомить, у меня все готовы ответить на ваши вопросы. И в продолжении мы с вами разыграем бесплатное участие в нашем рекламном туре, о котором говорили на январские даты. Так, коллеги, вопросы будут? Здесь есть наши телефоны, почта. Пожалуйста, пишите, звоните. Ну и тогда, каким образом мы с вами поступим? Конечно же, вопросы будут о наших Уральских горах. На самом деле, когда к нам приезжают туристы, они прежде всего... Один из первых вопросов, который они нам задают, где же горы? Многие или немногие знают, что Уральские... Екатеринбург действительно находится на горах. Но Екатеринбург находится в одной из самых низких точек Уральских гор. А почему это так? Потому что Уральские горы – одни из самых старейших. Так вот, вопрос будет звучать следующим образом. Самая древняя гора на планете. И находится она у нас на Уральском горном хребте. Кто нам сможет сказать? На Уральском... Уральские горы, мы с вами на Урале. Все правильно, Константин. Действительно, гора Карандаш. Подскажите, где она находится? Челябинская область, Южный Урал. Ну и тогда, может быть, скажете, какой возраст? Ну, 4,2, ближе, наверное, уже подсматривали. Хорошо, коллеги. Итак, у нас первый участник бесплатной участия в рекламном туре в январе месяце с 3 по 6 января получает Константин Щербаков. Константин, обязательно свяжитесь с нами по контактам, указанным выше. Мы будем рады встретиться с вами. Так, где-то я видела вопрос про погоду в январе. Мария Овчинникова. В январе уже, честно, боюсь заикаться, какая погода, потому что были и морозы, как везде, и бывает очень теплая погода, комфортная достаточно. Но, опять же, по январю 2017 года могу сказать, что у нас было не холоднее, чем в европейской части нашей страны. Здесь больше, наверное, смотрим не на погоду, как всегда мы говорим туристам, а то, как мы одеты. То есть одежда должна быть предусмотрена и запланирована, чтобы было удобно, комфортно и тепло. Так, предложение Елены Васильевны, предложение только для агентства или семью тоже можно взять. Это вы про рекламный тур спрашивали? Да. Рекламный тур. 50% у нас только для представителей агентства, члены семьи едут за полную стоимость. В данную стоимость включено агентское. Елена ответила на ваш вопрос? Так, мы с вами еще будем разыгрывать, еще у нас одно место будет. Детали скидки в данном туре не предусмотрены. Тогда давайте еще сделаем два вопроса, объединим в один. Надеюсь, что ответит один участник. Самая высокая вершина – Уральский гор. Нет, не белая. Народная, все правильно. Высота? 1895. У нас ответили разные люди, я смотрю, да? Так. Тогда Елена и Оксана, вам вопрос следующий. А самая высокая гора в Свердловской области? Нет, не белая. Я понимаю, что предыдущие выступающие были у нас представители горы Белой. Итак, коллеги. Канжаковский камень. Так, у нас ответил третий участник. Хорошо. Тогда всех трех участников я прошу связаться с нами по контактам, указанным выше. Мы с вами обсудим отдельно вопросом возможного участия в вашем рекламном нашем туре. И вопросы еще по программам, по работе с группами. Коллеги будут какие-то? Сайт. 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 Ну, и я обещала, на самом деле, вспомнить немножко о нашем сказителе Паве Петровиче Боржове. Может быть, кто-нибудь знает, сколько сказок он вообще написал у нас. Этот вопрос мы любим задавать нашим туристам. Много сколько? Намного меньше. Не тысяча, Наталья. 57. Наиболее близкий ответ. Константин Щербаков, откуда вы у нас? Ну, на самом деле, 56. Константин, мои почтения. Действительно, 56 сказок. И всего лишь три из них было ориентировано на детскую аудиторию. То есть, тоже многие не знают, что сказок Павел Петрович писал больше всего для взрослых. Итак, коллеги, у меня все. В принципе, я готова еще сопровождающим скидки обсуждаемы. Это уже, как правило, идут как раз индивидуальные запросы и здесь индивидуальные расчеты. Спасибо, коллеги, большое вам. Вопросов больше нет сейчас. Будут пишите, звоните. А в завершении своей такой вот презентации я хочу вас всех пригласить на прогулку. На прогулку по Уральскому лесу. И совершим мы ее с вами на снегоходе. Можно отвечать? Можно к вам? Продолжение следует... Продолжение следует...